В 1960 году на Козе, или официально на Линии, в Ленинградском заводе имени Николая Григорьевича Козицкого начался выпуск телевизоров «Волна». Именно в нем впервые использовали электрическую схему, по которой завод продолжал выпуск телевизоров даже после 1964 года, когда подавляющее большинство других предприятий перешло на выпуск телевизоров по унифицированным схемам. Проще говоря, другие предприятия выпускали телевизоры разные внешне, но одинаковые внутри. Вот, например, Харьковский телевизор «Березка» 1966 года выпуска и Новосибирский «Изумруд-209» 1985 года. Несмотря на разницу между ними почти в 20 лет и разной диагонали экрана, начинка у них практически одинаковая. А вот Ленинградский завод смог отстоять свою разработку, и по ней были выпущены следующие модели телевизоров. «Волна», «Сигнал», «Балтика», «Аврора», «Атлант» и «Ладога». Последней массовой черно-белой моделью, выпущенной этим заводом, стал телевизор «Ладога-205», выпускавшийся с 1971 по 1974 год. К концу 60-х годов парк телевизоров у населения стал уже довольно большим, и производители даже отметили спад продаж. Подозреваю, что некоторые зрители могут с этим не согласиться. Жалко, что у нас нет возможности спросить об этом, например, у дорогого Леонида Ильича. Или все же есть? Леонид Ильич, подскажите, пожалуйста, приносило ли производство телевизоров в начале 70-х годов доход? И вообще, на чем страна зарабатывала? Откуда брали деньги? Ну, значит, что же откуда брать деньги? Как сказать, доходной статьей являются автомобили пока. Цена очень высокая, но и очень большая. Это такая статья, если бы мы могли больше произвести, вот с автомобилем. Еще холодильники, мебель, а уже телевизор, уже стиральные машины идут на спад. Так что, я этот пример привожу к тому, что рынок уже насытился, и надежд по показателям торгов, чтобы мы заработали на этом деньги, уже нет. Теперь телевизор идет только 62 на 62, а я еще и все мы смотрели через линзу. А это совсем недавно было. В телевизоре применен буквально только что освоенный в производстве кинескоп со спрямленными углами и диагональю 61 см. За дополнительные деньги телевизору можно было приобрести проводной пульт дистанционного управления, включавшийся в специальное гнездо, закрывающейся заглушкой сверху телевизора. Стоил он 454 рубля, и на мой взгляд, в момент своего появления, это был один из самых лучших телевизоров, как по внешнему виду, так и по удобству ремонта. Давайте же снимем заднюю стенку и посмотрим, что у него там внутри. Вы тоже заметили, что чего-то не хватает? При снятии задней стенки сразу бросается в глаза отсутствие высоковольтного блока с его лампами. В телевизоре применен печатный монтаж, и размещены платы на откидывающемся для удобства при ремонте шасси. Впоследствии цветные телевизоры 2-го, 3-го и 4-го поколений использовали эту же идею. При необходимости, отключив несколько разъемов, можно было легко снять всю эту калитку целиком. Так вот именно за ней спрятался этот высоковольтный блок, который тоже легко отсоединить, открутив лишь несколько винтиков. Любую плату при надобности тоже довольно легко отсоединить, ведь они соединяются между собой легкосъемными самозакусывающимися контактами. Плата со вспомогательными органами управления, типа частота строк, частота кадров, устанавливается с помощью довольно мощного разъема. Обратите внимание, что деталей в телевизоре довольно немного. Это все благодаря применению микросборов. Кто не в курсе, можно сказать, что это предок микросхем. Только в ней находятся лишь резисторы да конденсаторы. Применять их начали в конце 50-х, а закончили их использование, насколько я помню, именно в этом телевизоре. Именно их неисправности были частой проблемой у этих аппаратов. При ремонте микросборки не всегда можно было достать еще в то время, и поэтому их часто заменяли целиком или частично навесным монтажом. В телевизоре применена схема для автоматического поддержания размеров изображения при изменении напряжения в сети. В этом участвует специальная лампа, стабилизатор напряжения SG-1P, которая при работе довольно красиво подсвечивается. Кстати, потребляемая от сети мощность составляет 175 Вт, а вес 39 кг. Звуковое сопровождение довольно средненького качества. Используются два эллиптических динамика с диапазоном частот от 100 до 10 000 Гц и мощностью в 1 Вт. В 1974 году завод выпустил свою последнюю Ladoque 205 и был полностью переориентирован на выпуск цветных телевизоров марки «Радуга». Этот экземпляр проработал до начала 90-х, потом помаленьку разграблялся. Первыми ушли лампы, затем динамики и так далее. Впервые хочу попросить, поддержите нас подпиской, пожалуйста, а то все идет к тому, что такими темпами скоро мы окончательно прекратим свое существование. Ну, поддержи нас, пожалуйста. Поддержи, потому что погибнем мы так. Заранее спасибо. Композитор Давид Тухманов, поэты Лев Ашанин и Рамс Бабаджан. Петь о любви к своему родному краю можно по-разному. Можно восторженно, приподнято, а можно мягко, тихо, с доброй улыбкой. Вот так по многочисленным откликам телезрителей и была воспринята песня Александра Морозова и Михаила Рябинина «Камушки». Речка А быстрая каменистая в нашей местности протекает, и волшебницы люди добрые эту речку величают. Если в чем-то сомневаешься? А по камушкам река бежит. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ